От 450 до 1000 лет примерно столько разлагается одна пластиковая бутылка. Чтобы не засорять окружающую среду, в нашем городе сделали специальные мусорные контейнеры. Буквально полгода назад в нашем городе появились первые контейнеры для ПЭТ-отходов. Сейчас их уже около ста. В дальнейшем только в краевой столице будут установлены 500 мусорных контейнеров для пластиковой тары. Занимается этим региональный оператор Алерон Плюс. По всему городу у нас расставлены контейнера для сбора ПЭТ-бутылки. Это и у управляющих компаний, которые мы на данный момент обслуживаем. Также в местах сбора людей, то есть вот сейчас мы находимся возле кинотеатра Удакан. Здесь у нас стоят два контейнера, которые благополучно заполняются еженедельно. Мы вывозим эти контейнера на предприятия, которые занимаются отправкой на вторичную переработку. На сегодняшний день в 20 населенных пунктах 11 муниципальных образований края работает около 10 единиц спецтехники по уборке ПЭТ-мусора от регионального оператора. Представители компании отмечают, что экологическая сознательность граждан растет. В спецконтейнеры не бросают другой мусор. Туда попадает только пластиковая тара. По краю на сегодняшний день у нас организовывается пока вообще сбор мусора. В дальнейшем будет также устанавливаться и контейнера для раздельного сбора мусора. Самое главное сейчас организовать логистику и сделать упор на вывоз мусора, чтобы он правильно уезжал от площадки до свалки. В дальнейшем «Алерон Плюс» планирует установку раздельных контейнеров для бумаги, стекла и пластика. Пока на переработку уходит только пластик. Столкнулся региональный оператор и с некоторыми проблемами. У шести контейнеров кто-то снял крышки. Еще два контейнера просто украдены. Но работа продолжается. С 1 января 2020 года весь край перейдет на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время мы принимаем ориентировочно от двух до трех тонн пластика в месяц. После того, как спецмашина разгружает пластик у нас, мы его сортируем. Бутылки отдельно, пакеты отдельно. Другой пластик также сортируется по фракциям. После этого часть пластика дробится, часть пластика прессуется. Одним словом, подготавливается к дальнейшей транспортировке и отправляем на перерабатывающий завод. Компания «Экомир» готова принимать до 60 тонн пластиковых отходов в месяц. Сейчас они отправляются в основном на запад, в Нижний Новгород. Вот так выглядит уже упакованная пластиковая тара, которая затем отправляется на заводы по переработке полимерных отходов в другие регионы. К сожалению, в нашем городе такого завода пока нет. Но уже в 2023 году он должен появиться в Чите. Еще к 2023 году планируется построить семь комплексов по сортировке твердых коммунальных отходов. В Читинском, Шилкинском, Краснокаменском, Каларском, Петровзабайкальском, Оловянинском и Чернышевском районах. Возможно, именно это строительство даст возможность ликвидировать многочисленные несанкционированные свалки и очистить наш край от мусора. Серафима Ляхова, Андрей Шаронов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова